Я сегодня сделала какой-то макияж с новыми тенями, какой-то не выспавшийся вид с ними, я не думала, что они так выглядят. Привет, привет всем приветище, большой-большой-большой привет. Привет, я отключаю комментарии, давайте потихонечку собирайтесь, сейчас пойдемте возьму учебники, забыла, представляете, взять перед, ой, как это все работает, сейчас, сейчас, мои дорогие, вот, перед эфиром, так что потихонечку собирайтесь, сегодня будем делать продолжение. Так, а я куда-то не туда, видимо, полезла, так, пойдемте, пойдемте, пойдемте за книгами, вот они, вот они, ой, 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 оп, моя собака пошла со мной, мой хвостик, хвостик, привет, так, хорошо. Ну что, вы знаете, вчера написала мне кто-то комментарий про то, как я разбомбила... Учебники. По-английскому, помните, я делала, а кто не помнит, то это видео есть на YouTube. Я договариваюсь, я завтра лечу в Самару, Самара, привет, я не знаю, есть ли здесь кто-то у меня из Самары, я завтра лечу в Самару и спорю, на машине мне ехать до аэропорта. Я очень, я не люблю опаздывать, я всю жизнь летаю, и я очень люблю быть вовремя, задолго до рейса в аэропорту, и мой друг говорит, нет, поехали на машине, а у меня там рейс, типа, в 2 часа дня. Я говорю, нет, поехали, пожалуйста, на аэроэкспрессе. Я уже привела все возможные доводы, но, в общем, мой внутренний контролер, видимо, придется мне сдаться. Я не люблю сдаваться. Не люблю я сдаваться. Не люблю. Вот, значит, я делала прямой эфир про учебники, которые в школах российских даются детям. И я сказала, ну, я действительно против учебников, я не использую учебники в своих каких-то обучающих процессах. И никому не советую это делать, мне кажется, что это лишнее. Вот, поэтому готовьте записывать, я сейчас буду пояснять, что именно каждый раз я имею в виду, да, как вам это может пригодиться. И у меня задача не отменить учебники в стране. Ну, нет у меня такой задачи, да, все как бы сами разберутся, что делать, для этого есть министр образования. Моя задача показать вам, почему, когда вы учитесь по учебникам, они не работают вот так вот мгновенно, быстро, легко, типа, как должны, да. Вот. Как они должны работать. И почему так происходит. Они хорошие, они с ними все в порядке и замечательно, да. Просто есть некоторые нюансы, их стоит учитывать, чтобы учить английский не 20 лет, как очень многие делают, да, а чтобы это было быстрее. И родитель, мама одного, да, моя подписчица, у нее ребенок, она меня спросила, хорошо, ну, вот, освоит ребенок английский быстро. Ну, а что делать со школьной программой, ведь в школу-то ему все равно нужно ходить. То, что нужно ходить в школу, никак не связано с тем, что мы с вами умеем делать. Запомните это, это нормально, да, то есть, это не значит, что вы должны страдать, или там ваши дети должны обязательно пострадать, пока будут ходить в школу. Гав, пожалуйста, не лай сейчас, не гавкай. Вот, то есть, нет такого, это необязательная часть жизни, и совершенно спокойно можно учиться в школе по программе, да, по которой все планируют учиться, и вообще не обламываться, писать те же контрольные, те же тесты, но ваш английский не зависит от, собственно, того, что преподается в школе. Гав, иди сюда, поздоровай со всеми, давай, давай, гав, подай, ага, бей, эла, давай, давай, вот собака присла, а вот собака присла, а вот, а вот собака присла. Вот собака какая у меня, да, ты собака у меня? Мой шелтер-дог, моя шебака такая. Вот, собственно, да, это то, что касается, как сделать процесс полезным. Это касается любых учебников, неважно, в одиннадцатом вы классе, двадцать ли вам пять лет, учитесь ли вы с репетиторами и так далее. Учебники устроены по методу, который скорее вас тормозит, а не продвигает вперед. И, собственно, об этом я и рассказывала. Когда вы учитесь по одному учебнику, или ваш ребенок учится по одному учебнику в течение года, то вы не замечаете деградации. Я вам ее показала, так как не показывал до этого никто. Я вам показала, что подразумевается, что может ребенок в начале, или что, ну, что ученик, вот он берет учебник в руки, и что он типа в начале учит, и что он по окончанию, то есть мы имеем в виду, когда мы на последней страничке открываем учебника, что прошел год, да, вот учебный год прошел, давайте посмотрим, что типа научился делать ребенок. И чаще всего там за один год рассматривалось какие-то одна-две темы, такие серьезные. Это вообще, ну, это трэш, понимаете, это очень медленно, очень медленно. Вот об этом я и говорю. Мне написала девушка, что это там установлен Диана, такая негодяйка, разбомбила учебник, сказала вот сжечь учебник, хотя он международными стандартами там как-то одобрен. Милые мои, кока-кола тоже не считается, ну, этим типа ядом, да, не считается. Одобрена она? Одобрена, всеми одобрена. Она от этого стала полезной? Нет. Она от этого полезной? Не стала. Вкусный, красивый, прикольный, это во-первых. Во-вторых, девушка говорит, вот Диану не устроили иллюстрации. Да, Диану не устроили иллюстрации. Диана, как дипломированный психолог, как эксперт в этой области, считает, что иллюстрации влияют на процесс. Если иллюстрации устаревшие, если иллюстрации отталкивающие, если там нарисованы, простите, откровенно уродливые какие-то персонажи, то вам неприятно по этим учебникам, понимаете, процесс обучения – это мелочи. Это не только вот что-то одно, это все вместе. Это педагог, это класс, это порядок в классе, это насколько у тебя опрятная парта, это насколько у тебя порядок, не знаю, какой у тебя красивый пенал, какие красивые иллюстрации в книжке, что ты сегодня ешь на завтрак, во сколько ты встаешь. Это все вместе влияет на обучение, это и есть обучение. И если в книге уродливая иллюстрация, то мне не интересно смотреть на такие картинки. А есть люди, которые реально очень сильно визуально привязаны к образам и так далее. Они должны такие образы считывать? Нет, конечно. Конечно. Между прочим, дорогие родители, если ваш ребенок маленький просит, типа, нарисуй мне елочку, нарисуй мне барашка, нарисуй мне, ни в коем случае не рисуйте. Предложите ребенку самостоятельно сначала что-то нарисовать. Или скажите, давай вместе нарисуем. Потому что, когда вы предлагаете свой образ, у ребенка в голове формируется такой шаблон. Типа, вот вы нарисовали елочку, знаете, кто-то солнышко, я сейчас вам покажу, что я имею в виду. Вот у меня здесь есть, у меня здесь есть все, что надо. Вот у меня лист бумаги. Знаете, кто-то рисует солнышко вот так. Ну, вот так вот, да, в углу вот такое солнышко. А кто-то рисует солнышко вот так. А кто-то рисует солнышко, да, вот просто кружочком. И вот так вот. Все люди разные. И солнышки у всех разные. Но когда вы предлагаете ребенку свою картину мира, то ребенок уже свою картину мира составит хуже. Он уже с вашими шаблонами живет. Вот то же самое с учебниками. Чем уродливее учебники, тем у детей формируется хуже вкус. Не современный вкус. Потому что я показывала, как в этих учебниках в 2019 году, да, предлагают использовать иллюстрации просто какие-то супер старые. Там стоит редакция 2017 года, 2018 года. То есть как бы свежая. А при этом логотип Pepsi на фотографии 80-х годов. То есть с 80-го года никто эти иллюстрации там не менял. Это ненормально, понимаете? Ненормально. Просто ненормально. Ну, это нюансы, создающие детям и вам, и любому ученику, атмосферу обучения. Так что да, я против уродливых иллюстраций. Для этого нужно сравнить. Взять красивый учебник и уродливый. Захоется или не захочется. Но не только дети учатся по учебникам. Взрослые тоже учатся по учебникам. И у взрослых, как я вам и показывала, абсолютно такая же. Я в прошлый раз вам рассказывала про два учебника. Про Реймонда Мерфи и про такой же аналог. Издательство только Лонгман. Кембриджское издательство. Это Мерфиба, English Grammar in Use, Supplementary Exercises. И такая же механическая методика использована просто в перепечатке другого издания. Лонгман. Вот этот учебник популярен в России. Вот этот учебник не популярен в России. Это просто раскрученный учебник. Это не значит, что он лучше. Я напоминаю, что есть маркетинг. Что есть просто реклама. И если школа поставила в программу вот этот учебник, то все дети будут пользоваться вот этим учебником. Это тоже лоббированные были решения. Что такое лоббированные? Это как бы кто-то за это заплатил. Знаете, два самых интересные факта. Два самых пролоббированных решения, которые принимаются за такую прям вот, типа, так было всю жизнь. Первое, это то, что Новый год, Рождество и Санта-Клаус ассоциируются у вас, в том числе, с красным цветом. Вы, скорее всего, это знаете. В свое время, это было не так давно, по-моему, ориентировочно к концу 70-х, 80-х годах, компания Кока-Кола вложила сумасшедшие деньги. До этого все, что было связано с Новым годом и Рождеством, больше ассоциировалось с синим и голубым цветом. Вот, Кока-Кола вложила сумасшедшие деньги в то, чтобы везде было огромное количество рекламы. Кока-Колы, не Кока-Кола, а Нового года, Санта-Клаус, переодетого в красный. То есть, про Кока-Колу ни слова не было. Прошло время, да, это накопительная такая история, но действительно люди стали ассоциировать Новый год и Рождество с красным цветом. Это исключительно заслуга пиарщиков компании Кока-Кола. Но это многие знают, а вот, моя Кока-Кола тут рычит, а вот то, что вы не знаете, это то, что молоко, да, молоко раньше не пили, не пили молоко в тех количествах, которые пьют, в которых пьют сейчас. Молоко начали пить в 50-х годах, ориентировочно, когда в Америке мясная промышленность, да, то есть, это коровы, да, имели огромное количество отхода молока. То есть, вот прям огромнейшее количество, и они не знали, что сделать. Они на уровне правительства, это называется пролоббировать, да, пролоббировали решение, протолкнули решение. Габа, сейчас ты выйдешь, сейчас, прям, вот, они протолкнули решение, при которых в школах детям стали сначала бесплатно выдавать по стакану молока в день. Программа называлась, что каждый ребенок должен выпивать в день для здоровья, якобы полезно, стакан молока. Вы можете посмотреть абсолютно любые исследования, нет никакого научного обоснования использования молока во взрелом возрасте. Молоко содержит гормон мамы, да, гормоны, витамины и так далее. Во взрослом возрасте никакой теленок, когда он вырос, не приходит к маме пить молоко. Да, более того, молоко не усваивается, как кажется. Короче, вот все, что там говорят, это все на самом деле обычное, обычный маркетинг. Вот, молоко не усваивается, более того, оно даже сворачивается. Если вы запиваете какую-то еду молоком, то она буквально вот как в такой мешочек попадает. Я сейчас не говорю про кисломолочные продукты, да, там, про кефиры, ряженки и так далее. Это другая бактерия, другой состав продукта. Вот, я говорю именно про молоко. Сначала они, значит, пролоббировали в Штатах, что каждому ребенку нужно пить стакан молока. У детей прошли, там, годы, какое-то количество времени, возникла привычка пить стакан молока в день. Родители начали покупать молоко домой, чтобы ребенок, ну, они же уверены, правительство говорит, Школа говорит, да, стакан молока в день. Потом прошло несколько лет, и программа эта государственная, она стала уже каждому взрослому, надо выпивать в день хотя бы стакан молока. Все, где стакан молока, там же ты купишь, и что? Правильно, там же ты купишь пачку молока. Все верно. Вот и все. То, что вы знаете, что там британцы пили годами, веками, там, сколько-то, ну, не веками, там, в фарфоре чай с молоком, у меня для вас сюрприз. Они пили это не из-за вкусовых каких-то качеств, а чтобы фарфор не окрашивался. Чтобы фарфор, да, не окрашивался от чая черного, они добавляли туда молоко. То есть, это не как, да, есть там азиатские народы, которые, или африканские, они пили много молока, но они пили его ради жира, потому что жир греет, есть такой, да, казахский чай, ну, в общем, горные, в очень большом количестве горные народы берут молоко в чай, масло сливочное. Это не ради молока, это ради жира. Вот, ну, просвещайтесь, что-то, вот что-то. То же самое происходит с учебниками. Кто-то пролоббировал вот этот учебник. Это как происходит с лекарственными препаратами в аптеке, да, то есть, то, что вам советует фармацевт в аптеке, это не самое лучшее лекарство, не то, которое вам поможет, а то, которое пролоббировано. Либо за него платят, да, то есть, ну, короче, оно не факт, что хорошее. Вот, так что это целая система. С учебниками та же история. Просто кому-то было нужно, выгодно и так далее, чтобы Мерфи стал популярен. И он стал. Но есть ему прекрасный аналог, намного лучше. Это лонгманский учебник. Вот. Ну, собственно, так же он устроен. Но, кстати, легче, приятнее. Я говорила про то, что учебник Мерфи переиздается вообще с минимальными какими-то там изменениями, типа имя Джейны заменили на имя АН, да, и якобы это новая редакция, а он на самом деле становится тяжелее, бумага становится тяжелее, и все это все, что в нем меняется. Вот. Это то, что я вам рассказывала. То есть, повышайте собственную эрудицию, помните, да, чтобы выйти из матрицы. Пока, чтобы выйти из матрицы, да, нужно знать, владеть информацией. Так что владейте информацией, не позволяйте, чтобы для вас Рождество было красным, просто потому, что Кока-Кола когда-то заплатила миллиард баксов для этого. Решайте самостоятельно ваш Новый год. Он синего, зеленого, желтого, красного цвета и так далее. Вот. Когда я говорю, что по учебникам учатся не только дети, но и взрослые, я говорю совершенно серьезно. Вот то же самое случилось с учебниками Headway. Это очень известный курс. Я вот попросила два таких учебника, Printmediate and Intermediate. Где-то у меня там, может быть, я попросила еще Printmediate, где-то он валяется. Я по учебникам не учу людей, я ими отапливаю помещение. Ну, нет, я шучу, у меня нет камина. Если бы был камин, они, наверное, очень хорошо горят. Вот. Потому что после них английский хуже, чем был бы без них. Я готова просто рубиться с любым репетитором, который верит в другое. Вот. Почему? Потому что учебники созданы на долгий процесс. На долгий процесс. Два раза в неделю, по полтора часа. Давайте разберемся, как эти учебники устроены. То есть даже вот эти учебники для взрослых, они устроены так же, как и для детей, только они скучнее. Когда я взяла в руки вот этот учебник, инцемирий, это очень, типа, уже очень хороший уровень считается. Напомню я, что и на 8 уровней я тоже не делю. Для меня это либо знаешь английский, либо не знаешь английский. А кто делит на 8 уровней? Коммерция, да, то есть курсы обязательно, им выгодно разделить вас на 8 уровней. Почему? Ну, тогда вы будете проходить 8 уровней. А если вы вообще задумаетесь, то те, кто, очень многие начинают подвисать на уровне Pre-Intermediate, Intermediate. То есть и на этом уровне держатся. Слушай, у меня тут садится батарейка, сейчас я буду подзаряжать телефон. Вот. И на этом уровне действительно держатся годами. Это нехорошо. Но они это не замечают. Я попросила Headway Intermediate. Что я увидела, когда открыла? Ну, конечно, это трэш. Что такое для меня трэш? Трэш – это когда абсолютно не изменяется система. Что значит? Заявлена тема. Да, у каждого, то есть весь учебник делится на юниты. Юнит – типа урок. Юнит имеет какую-то тему. Да, в юнити будет текст, который нужно почитать, перевести и обсудить по уже имеющимся вопросам. Мы сейчас это возьмем. Вот. И есть какая-то грамматическая типа тема. Вот. Окей. Хорошо. Теперь смотрим. Вот я открываю уровень Intermediate. То есть уже классный уровень. Мне сказали, что по этому учебнику можно встретить ребят в 10-11 классе школы. Ну, по крайней мере, 9-10 точно встретить. Для меня 9-10 класс школы – это уже очень взрослые люди. Ну, прям вот взрослые. У них уже проблемы такие, знаете, ну, не в штанишке там типа написал, а вот реально у них там уже влюбленности, у них там уже вовсю, я не знаю, какая-то личная жизнь. Их не беспокоит, что взрослые, то есть у них уже бунт какой-то внутренний, гормоны играют. Им нужна поддержка, а не вот это вот зануться. Значит, что я увидела? Тема – Олимпийские игры. Я бывший спортсмен, я мастер спорта по тяжелой атлетике. Для меня, ну, мне Олимпийские игры очень интересны. Я, конечно, в принципе, люблю больше борьбу. Ну, не знаю, так сложилось, я сейчас уже 5 лет не в спорте, но до сих пор интересуюсь. Только бы я тяжелой атлетикой не интересуюсь, мне вообще как-то скучно стало. А вот я люблю борьбу, я люблю самбо, греко-римскую борьбу, вольную борьбу. Буквально там позавчера была, или поза-позавчера, была, нет, позавчера, на Кубке Москвы там Алроса по вольной греко-римской борьбе международной среды. Короче, люблю я. В Корею специально недавно летала на чемпионат мира по самбо. Я это люблю. Поэтому мне было интересно бы читать про Олимпийские игры в любом возрасте. Но тут написано абсолютно скучно. Значит, потом текст о чем? Текст называется «Чудо современного мира». Типа вот есть «Семь чудес света», там пирамиды, колосс-родос, да, и так далее. Вот, ну, родосы, я имею в виду, родосские, по-моему, в России называют. Вот, здесь это типа компьютеры, космические путешествия, медицинская наука, праздники, Олимпийские игры, сельское хозяйство и то, что мы до сих пор на земле. Итак, это подростку, я допускаю. Ну, вы сейчас скажете, а что подросткам, тогда вообще ничего не интересно. Я с вами готова поспорить. Потому что, когда я встречаюсь с подростками, случайно, где-то, у нас получается с ними найти общие темы для разговора. Почему такое происходит? Потому что взрослые думают, что они-то точно знают, как надо жить. Может быть, так и есть. Вы знаете, мне относительно скоро 40 лет. Я до сих пор не знаю, как надо жить. Ну, вот. И других я учить не берусь. Я себя развиваю. Но взрослые решили, что уж они точно знают, как надо жить детям. Поэтому вот это любят все. Или вы мне еще спасибо скажете, я лучше знаю, не спорь с учителем. Вот эта вся история. И получается, что подросток, у которого в голове, ему нужна поддержка, да, ему нужно больше что-то про уверенность в себе, да, что-то, вот такие какие-то темы, которые его поддержат. А ему рассказывают то, что он забудет. Он про это не вспомнит. Понимаете? Вы помните эту фразу? London is the capital of Great Britain. Не потому, что вам было офигеть, как интересно узнавать, а что там в Лондоне, как живет британская королева. Ну, вот не поэтому, а потому, что вам миллион, вас заставляли-то зубрить. Вот все. Вот в чем разница. Соответственно, да, тема какая у, грамматическая у этого урока. Вспомогательные глаголы. А теперь спойлер. Да, как бы. Вспомогательные глаголы – это тема, которая всплывает в каждой теме, в которой есть времена. И сколько можно. То есть, вот получается, человек в девятом классе берет вот этот учебник в руки. Ну, допустим, в девятом, может быть, и в десятом, и в одиннадцатом. То есть, допустим, в девятом, он берет этот учебник в руки, а там в первом юните та же самая тема, которую ему уже и так девять лет рассказывают. В английском всего лишь двенадцать времен, два артикля и, допустим, двадцать предлогов. Ну, может, там их тридцать. Одна таблица неправильных глаголов, которая на самом деле, которой вот так вот достаточно, чтобы знать. То есть, слово пассивный залог – это просто зная таблицу неправильных глаголов. Это первое. Второе. Вам кажется, что косвенная речь – это другая тема. Это не другая тема, это просто тоже зная времена и все. То есть, по факту, все, что вам нужно знать в английском – это двенадцать времен, предлоги и артикли. Все, больше ничего знать не надо. И предлагается вам это учить постоянно в течение десяти лет. Это трэш. Вот для меня это жесть просто. Вот это вот все. То есть, даже если предположить, что одну тему можно рассматривать месяц, хотя это долго, месяц, допустим, это, ну, тридцать, я не знаю, да, тридцать месяцев на каждую тему по месяцу, ну, это жесть, как долго, ну, я вот просто, это максимум, максимум три года, прямо, хотя это нереально, ну, это очень долго, нереально. Для английского три месяца у вас будет прекрасный английский. За месяц вы уже способны разговаривать, за неделю вы уже разговариваете, за одно занятие вы уже говорите, а дальше он просто становится лучше. За три месяца можно освоить все времена, все артикли, все предлоги, очень клево их освоить и отработать, не просто пройти. А за три года можно родить три раза, понимаете? Три раза можно родить, а еще, если в определенном возрасте быть, можно и самой родить три раза. Еще, чтобы твои дети, если они уже достаточно взрослые, родили, а еще можно родить, выходить замуж, жениться заново и так делать несколько раз. За три года можно прожить три разные жизни, а может быть даже 33 разные жизни. Можно уехать в кругосветное путешествие и вернуться, подготовиться к марафону, пробежать его, похудеть на 100 килограмм и снова их набрать. Я не знаю, короче, столько всего можно сделать за три года, а вам предлагается выучить, даже не за три года, потому что, ну, школа подразумевает, что вы 10 лет это учите. Ну, как бы, а вам предлагается выучить вот столько тем по английскому. Это жесть. Даже если вы возьмете, начнете изучать физику, вы больше по ядерной, там, не знаю, в квантовой физике выучите, чем вы в английском сделаете по школьной программе. Поэтому, да, я буду советовать отправлять учебники в топку, просто топить ими дом. Они, наверное, очень хорошо горят. Значит, ну, что я еще делаю? Я открою последний юнит, последний самый. Вот, вот у человека прошел год. Вот он учится, 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 и год прошел. Начинал он с акзилы ревербз. Вот прошел год. Давайте посмотрим, что он проходит на последнем уроке. Вот он приходит, допустим, он дожил, да. Да, приходит он на последний урок. Давайте посмотрим, что там. Жуть. Reported speech. Saying sorry. Понимаете? То есть, что такое косвенная речь? Косвенная речь, это когда, вот так вот. Вася сказал, двоеточие. Лена, ты красивая. Кавычки закрываются. Косвенная, это, понимаете, прямая речь, да, когда Ваня сказал, Диана говорит, погода сегодня хорошая. А косвенная речь, это когда я рассказываю про то, что Ваня сказал. Ваня сказал, что Лена очень красивая. Или Диана говорит, что погода очень хорошая. И все, что нужно знать в английском про косвенную речь, все, что нужно, это один, не надо запоминать, что на что, где, как меняется. Там есть один, единственный принцип. Вы должны соблюдать время. Вот когда вы поймете, что это значит, то есть, если в русском, ну, почему вам начинают правила описать? Потому что вы в русском языке, у вас очень легко. Типа, Ваня сказал, что Лена очень красивая. А на самом деле, Ваня ж тогда сказал, да, он как бы, вот он, вот я здесь говорю, ты есть красивая. Диана сказала, что ты была красива, тогда она сказала, что ты тогда была красива. Понимаете? То есть, вам нужно понять, что если Ваня сказал, то для него, его настоящее время, в котором он говорил тогда, это для тебя сейчас уже прошедшее. Все, нужно просто соблюдать время. Не нужно учить, что на что заменять. Нужно просто знать принципы времен. Ну, дорогие мои, кто у меня, грамматика, кто проходила, знает это, у меня здесь нет задачи, я вам, наверное, сделаю какой-то отдельный там эфиры, только про принципы времен, потому что, ну, это, это настолько элементарно. Но не нужно учить вот эти таблицы ужасные. Слово yesterday меняется на today, ну, наоборот, это меняется на это. Это логично. Просто вам логику эту никто не объяснял. Вам предлагают это выучить. А учить это не надо, это понять надо. Понимаете? Это как кататься на велосипеде. Вы когда-нибудь видели в книжном магазине любую книгу, учебник, на котором было написано. Учебник, как научиться кататься на велосипеде. Нет такого учебника. Никто не учится в теории кататься на велосипеде. А как вы учились кататься на велосипеде? Папа посадил ваш на велосипед, делал вид, что придерживает колесико там сзади, да, вас, а потом отпустил, а вы поехали. И теперь у вас никто не отнимет это умение, потому что вы умеете это делать. Хорошо, плохо, но уже умеете. Вы знаете, что вы так можете. Вот с временами то же самое. В английском не надо ничего учить, потому что когда ты учишь, это теория. Теория с речью мало сопоставима. Вы не становитесь на улице, вот к вам обратился какой-нибудь там, не знаю, турист. А вы такие, так, 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 сейчас, ага, это раздел косвенная речь. Так, today меняется на yesterday. Кавычки открываются. Но вот такого процесса у вас не происходит. А если происходит, то это неправильно, потому что вы молчите. Вот пока вот этот весь процесс в голове идет, вы же молчите. Когда вы говорите по-русски, вот прямо сейчас, у вас в голове не звучат никакие правила. Никаких правил у вас сейчас в голове не звучит. Вы говорите, даже не думая, ну вам так кажется, что не думая, но у вас настолько быстро всплывают готовые конструкции в голове. Это и есть стиль речи. А когда вы были маленькими, вы ошибались, а потом научились и стали говорить правильно. В английском тоже, английский чем отличается? Ничем. Английский отличается тем, что на нем говорят в другой стороне. Больше английский не отличается глобально ничем, язык просто новый, другой. И на нем говорят, не понимая, да, а вот так и выдавая готовые шаблоны фразы, к которым привыкаешь. Поэтому вам надо не с теории начинать и правил, которых в английском нет. Вам нужно рожать челюсть и говорить. Вам нужно все эти фразы доводить до автоматизма. Вот что нужно делать. А не вот этим вот заниматься, чем тут учебник предлагает, что делать. Давайте посмотрим. Слушайте, какой-то I am born. Какая-то жесть. Короче, ничего нового. Ничего нового. То есть человек за год. Ой, мне прям реально скучно. Вот мне прям скучно. Чтобы бедные дети. То есть, ну, это, ну, косточные тесты, 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 тесты. То есть, учат писать тесты, это понятно. В России вы лучше всего, что делаете? Правильно, вы пишете тесты. Вот. Самая распространенная фраза, это то, что вы разговариваете. Сейчас. Сейчас, 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 извините. Я просто, договорились поехать в аэропорт в 10. Человек мне пишет, ну, ладно, дай в 10.30 у тебя. Почему в 10.30, если мы в 10 договорились? Аааа. Ааа. Вот. Ладно. Короче. Давайте я резюмирую. У меня еще есть вот такие вот тесты, я раздобыла. Еще раз, да. Если фраза, я понимаю лучше, чем я разговариваю про вас, а просто это, мне кажется, можно россиянам в паспорта вписывать. О, степень, вот, знаете, в резюме, типа, степень владения, а, там, английским, разговорный, письменный. Вот, россияне должны еще вписывать, понимаю лучше, чем разговариваю. Это просто девиз. Девиз, вот, российский девиз. Понимаю лучше, чем разговариваю. Сто процентов. Вот. Вы прекрасно умеете писать тесты. По написанию тестов вы надерете задницы всему миру. Вот, вообще. Можно чемпионат по написанию тестов устроить. Вы самые грамотные. Вы знаете, как пишутся слова лучше, чем сами носители английского. Вы во времена им объясните. Они сами без понятия, но вы объясните им времена. Потому что, если вы на улице, не знаю, Сан-Франциско, остановите американца и будете трясти его, говорить, объясни мне present perfect или там past continuous, он тебе скажет, в смысле объясни, он просто есть. А вы можете его объяснить, привести доводы, аргументы, еще какие-нибудь научные исследования, тут же достать из кармана тестирование, протестировать его, рассказать ему какие-то вспомогательные глаголы, и, в общем, еще фразеологически какие-нибудь обороты, а он не в курсе. Он просто живет и использует английский. Понимаете? И с вами то же самое. Если вы не учитель русского языка, и я резко останавливаю вас на улице и говорю, ну-ка, давай объясняй мне сложно подчиненные, депричастные, трехэтажные предложения. Да вы не знаете. Вы их используете каждый день. Но вы не в курсе, как это называется. На вашу жизнь это особо не влияет. Особенно, знаете, мне еще нравится выражение природная грамотность. Природная. Природная грамотность. Нет никакой природной грамотности. Вы либо вылили себя, либо вас выдрюкали, и вы просто запомнили. Вам кажется, что это интуиция. Знаете, как говорил Сталин? Сталин говорил, информация – мать интуиции. Вдумайтесь. Нет никакой интуиции. Вы просто не знаете, откуда вы это знаете, и вам кажется, что у меня интуиция очень крутая. Я чувствую, что здесь нужна запятая. Вы не чувствуете, что здесь нужна запятая. Вы просто в свое время как-то незатейливо либо выучили это, либо услышали, и вам это в голову запало. Так что нет никакого седьмого тридцатого чувства, которое позволяет расставлять запятые в предложениях. То есть, ну, нет такого. Вот, 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 что я хотела вам сказать. Я сейчас открою комментарии, готова поотвечать на ваши вопросы. Давайте договоримся, что они будут классными, хорошими. Я с вами здесь. Давайте, комментарии включены. Всем привет! Привет, привет, привет! Спасибо вам чуть позже запишусь. Добро всегда пожаловать. У меня, кстати, этот и прямой эфир я, конечно же, тоже оставлю здесь в записи. У меня есть YouTube-канал. Я туда выкладываю записи особо удачных, полезных, прямых эфиров. Школьники учат английский 10 лет, но все равно не знают его. Просто сидят и в носу ковыряют. Вы знаете, я тут все-таки, ну, я не говорю, что... Я просто фразу, да, про в носу ковыряют. Немножечко так воспринимаю ее. Хочется мне от нее отдалиться. Я бы тоже в носу ковыряла, если мне вот эту фигню бы давали. Я бы и в своем носу ковыряла, и в носу соседа поковыряла бы, и вышла бы еще на лестничную клетку, и там тоже поковыряла бы. Вот. Потому что, ну, могли бы сделать пост про толковые книги. Какие именно? Художественные. Есть один классный принцип. Толковая книга – это та книга, которая вам нравится. Вот. Вот и все. Какие фильмы смотреть на английском? Какие вам нравятся? Какой сериал посмотреть на английском? Какой вам нравится? Когда вам будет нравиться, вы английский выучите. Это первое, напишите себе, возьмите, я не знаю, стикер и напишите. Мне должно. Это нравится. Если по этому критерию что-то не, знаете, как с одеждой. Вот я всегда говорю, как коуч, человек, профессионально занимающийся коучингом, всегда говорю, не надо носить вообще на себя, надевать то, что, в чем вы не чувствуете себя на миллион долларов. Просто не должно быть проходного что-то, ай, какая-то шмотка. Попробуйте, это офигенный принцип. Делать то, что нравится. Так, какие фильмы для английского поставятся для начинающих? Те, которые вам нравятся. Нет фильмы. Вы же не ставили детям в детстве, и вам, родители, не ставили мультики для начинающих изучать русский язык. Вам поставили, ну погоди, а там уже, что пошло, то пошло. Вот, поэтому просто смотрите и читайте то, что нравится. Школьники не знают его, потому что их не учат. Ну, конечно, да. Все болеют, потому что их не лечат. Школьники не знают, потому что их не учат. А в стране у нас на улице мусор валяется, потому что Путин набросал. Вы знаете, мои дорогие, все учат так, как учат, а и все учатся так, как учатся. Если бы их всех не учили, тогда у всех были бы одинаково плохие результаты. Но бывают хорошие результаты, поэтому я предполагаю, что не надо все валить на учителей. Вы знаете, ученик тоже имеет свое качество, а учитель тоже живой человек. Когда иногда бывает неинтересно учить. Я могу себе позволить роскошь выбирать себе подопечных. Школьные учителя такую роскошь себе позволить не могут. Они вынуждены учить и Васю, которому наплевать на это, там, не знаю, алгебру и английский, и Леночку, которая в первом ряду ей все интересно. Они должны их учить одинаково почему-то, да, ну, как бы, понятно, вам, как бы, кажется, почему-то, типа, аргумент есть. Так что это всегда зависит только от самого человека. Я за авторство собственной жизни, и если я чего-то не знаю, то не потому, что меня не научили, а потому, что я не научилась. Так, какой курс можно приобрести для изучения разговорного английского с нуля? Можно прийти ко мне в разговорный марафон по английскому, а можно прийти ко мне в грамматику. Вот, я совершенно спокойно вам расскажу и про то, и про то. Даже чем-то приятное предложу, напишите мне в директ. Это все доступно, там, типа, за 990 рублей. И займет очень мало времени, и промотивирует. Еще я расскажу и про то, и про то, так и напишите мне. Вообще, если какие-то вопросы есть, пишите в директ. Диана, расскажи, как мне начать учить английский. Я расскажу. Как поднять мотивацию ребенка в изучении английского языка? Как у, ну вот, Анна Павлова репетитор. Вот, репетитор. Я не знаю, по какому предмету вы репетитор, но у меня уже вопросики. А как вам, родители, повышали мотивацию в детстве пылесосить? Ваши родители вообще любили пылесосить? Вот я, ну, сейчас вам кажется, что это непонятно, типа, как связано пылесосить и английский язык. Связано. Потому что ребенок, это ребенок. Он не знает про вот это. Ванечка, в будущем английский тебе так понадобится. Ты маме еще спасибо скажешь. Сиди, учи. Он не знает, он за себя ответственность не несет. Он про будущее не думает. Его максимум сейчас интересует вот то, что находится здесь и сейчас. У него сейчас какие-то вопросы стоят. Он не думает, что ему через 20 лет на работу, через 30 лет жениться, через 40 лет жену из роддома встречать. Он об этом не думает. С чего вы взяли, что он вообще думает о мотивации? Если ребенку не интересно, у него и мотивации не будет. Поэтому отстаньте от детей, не надо у них поднимать мотивацию. Заинтересовывайте их. Правда ли, что сложная тема на получебника, будущее в прошедшем, это просто will меняется на would? Конечно. Ну, да. Would это прошедшая форма глагола will. Я вам даже больше скажу, will это не глагол. Сейчас, сейчас, сейчас я вам расскажу просто, просто секрет. Я надеюсь, что у меня хватит времени. Дорогие, я надеюсь, что у меня хватит времени. Смотрите, я начну чуть-чуть издалека. Сейчас очень прошу всех не задавать вопросы. Так вам это не рассказывал никто. В русском языке есть слово... Пою. Да? Или, ну, короче, неважно. Если я хочу сказать это в будущем времени, я скажу, я тебе спою. Да? Да. Вот эта часть не меняется. То есть, ну, она такая же, как в настоящем времени. Он поет, он споет. Я знаю, что вы очень любите русский язык, но у меня для вас сюрприз. Эту приставку, вот эта приставка, да, вот эта вот называется приставка. Ее приставили к слову. Она называется приставка. Ее русские позаимствовали из моего родного языка, из греческого. Там есть приставка та, да. Так вот. Когда вы говорите... Я иду. Ну, я хожу. I go. Ну, простите, у меня зеркально. Будущее. Это просто поставить вот сюда will. Давайте я вам... Сейчас я вас вот так сниму и покажу. Секунду. Вот смотрите. Чтобы вы видели просто... Вот, да. I go. И вы поставите вот сюда will. I will go. Это не меняется. Всегда она остается такой же. Will на самом деле это не столько глагол, сколько технически приставка. Просто она как бы не к слову прибавляется. Поэтому, ну, это смысл приставочный у нее, смысл. Сейчас не нужно придираться, я объясняю максимально понятно. То есть это... Почему это приставка? Потому что здесь слово не меняется. Если he will go, мы не говорим goes, как в настоящем времени. То есть вам нужно взять инфинитив глагола. Понимаете? Сам инфинитив вы берете. Поэтому это приставка. Технически это приставка. Форма will... Почему еще эта приставка, да? Я буду... I will be. Be это быть. Это инфинитив, начальная форма. Это начальные формы. Это приставка, которая плюсуется к слову. Это не слово само по себе. Это что-то, что придает этому слову будущее время. Как я вам показала, вот в русском. Пою, да, вот пою. С пою. Поэтому у слова will действительно есть форма прошедшего времени. Это would. Когда я говорю I would go, это я бы... В русском. Это в русском такое значение. Я бы сходил. Таким образом, вы передаете вот это прошедшее время прошедшей формой самого слова. А видите, вот эту приставочку. А эту приставку вы передаете самим этим словом. Ну, собственно, вот. Поэтому, конечно, это не... Ну, это не такое... Не такая замороченная тема, как многим хочется, да, чтобы она была. Типа будущее в прошедшем и так далее. Можете ли вы посоветовать литературу, которая поможет выучить основные грамматические правила самостоятельно? Нет никаких правил. Нет никаких правил и литературы тоже. Я рекомендовала... Сделайте скриншот. Сейчас я вам покажу. Вот этот. Сделайте скриншот. Вот. Па-бам! Вот. Очень хороший учебник. Лонгванское издание. Вот делайте скриншот, пожалуйста. Все, сделали? Молодцы. Я рекомендую. Я рекомендую. Вот, я рекомендую. Я рекомендую. И кто хочет в своих телефонах, а тебе нужно показать у них определенный результат к концу года, то где-то в душе этих людей хочется даже бить, а не то, что телефон у них отбирать. Попробуйте преподавать детям сами, и вы поймете, что это не так легко. Ну, это не значит, что не надо бить детей, конечно, вообще никого не надо бить, но такое чувство бывает. Так что вы меня, видимо, неправильно поняли, я хотела сказать, что с такими учебниками никакой самый лучший учитель не научит. Нет, это я тоже не согласна. Учебники вообще не зависят на качество, не влияют на качество учителя. Хороший учитель, я вас научу и по такому учебнику. Я вас по любому учебнику научу быстрее, чем учебник. Как заинтересовать? Примером, собственным примером, а не заставлением. Какой вы рекомендуете учебник? Никакой. Никакой учебник не рекомендую. Вас не слышно. Кто-то услышал, мои дорогие. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Но я не закрывала микрофон, я его взяла. Я стрелянный воробей в прямых эфирах, я взяла с двух сторон. Вот. Это всего лишь... Еще раз учебник. Хорошо, показываю еще раз учебник. Вот. Скриншотте, пожалуйста. Пожалуйста. Делайте скриншот. Лонгман. Я вам сказала, я оставлю запись этого прямого эфира. Я вам его сравнивала в прошлом прямом эфире. Вот с этим... Ой, нет, не с этим. Сейчас, прости. Простите. Вот с этим учебником я против. Реймон Доми... Ну, выбирая между... Мерси хороший учебник, нормальный учебник. Фиг с ним. Но этот лучше. Вот. Вот так. У меня для вас еще очень много переворачивающих сознаний и новостей про грамматику. Я все, мне никак не дойдут руки. Объясни... Я объясняю всю грамматику английского, все 12 времен, минут за 20, на одном листочке А4. Вот. И это очень легко, все очень понятно. Там нет правил, там есть английский как пазл. В каждом из времен... Почему это очень удобно? В каждом из времен нет исключений. И вам кажется, что... Типа, 12 времен это так много. Вот в русском всего лишь 3. На самом деле в русском тоже куча времен. У вас там еще совершенный вид, несовершенный вид. Там какой-то... Ну, короче, куча всего еще есть. Поэтому чисто технически как будто бы 3 времени. Но почему-то слово сходил и приходил, да, ушел. Это раз, как будто глагол один и тот же, да, типа, время одно и то же, отлучит по-разному. Вот. В английском не будет такого. Да, в английском в каждом времени нет исключений. Все понятно. Одна конструкция, одно время. Все очень понятно. Просто вам объясняют... Объясняют... Ошибка в чем? И репетиторы, послушайте еще раз меня. Объясняют времена отдельно друг от друга. То есть время объяснили, вы там тесты понаписали, а потом берется новое время. Максимум его сравнивают с предыдущим. А вы к этому моменту уже не помните. Времена в любой речи, они одновременно существуют. Вы не говорите только в настоящем времени или только в прошедшем времени. Вы просто разговариваете. И вот то же самое. Все времена нужно буквально одновременно брать. Вот. И почему я это делаю быстро? Потому что там все очень элементарно. Все времена английского настолько завязаны и похожи, что вообще... Кроме времен есть что-то... Да, еще раз, что нужно знать в английском? 12 времен, 2 артикля и пару десятков предлогов. Все. Никаких других тем в английском больше нет. Пропустила по поводу телефона у подростков. Есть способ бороться, все время учился старательно. Сын, в 9 классе кошмар, не могу оторвать от телефона. Изучаем английский. Белла. Милая моя Белла. Не нужно его никуда отрывать. У них сейчас телефоны, у нас были кэпс. Кэпсы кидали. Вы знаете, бороться ни с кем не нужно. Если вы учили физику в школе, сила давления равна силе сопротивления. Чем сильнее вы с чем-то боретесь, и в себе в том числе, бороться с собой, чтобы не есть сладкое на ужин. Чем вы сильнее с собой боретесь, тем вы больше всего хотите это сладкое. С собой и с детьми не нужно бороться. Они вам не враги. С ними нужно договариваться. Вы в одной команде. Понимаете? Вы тыл своего ребенка. Когда ему обидно, плохо, грустно, печально и еще что-то, первое, куда он должен знать, что он может прийти, это к вам. Это к вам. Не мать меня убьет, а, боже мой, скорее к мамочке домой под крылышко, чтобы набраться сил, чтобы я точно знала, меня я в безопасности. Если с детьми бороться, если представлять, что у них какой-то свой мир, где есть телефоны, которые вы купили ему, то о какой команде речь идет? Я не говорю, что это правильно. Я не знаю, что правильно. Я не знаю, я знать не могу. Я не могу вас учить воспитывать ваших детей. Я всего лишь психолог, который предлагает какую-то схему. Вот и все. Как лучше всего расширить вокабуляр? Очень хороший вопрос. Читать. Читать, читать, читать. Читать то, что интересно. Я расширила свой вокабуляр в русском языке. Я глотала просто классическую литературу тоннами. Я прочитала все списки на свете. Я много очень читала, очень много, всегда. Мне было сложно. Русский у меня не родной язык. Русский в моей жизни третий язык. У меня два родных языка. Греческий и английский. И русский я учила с нуля. Когда мне было? Между шестью и семью годами. И только чтение, только чтение помогло мне использовать большое количество слов. Я никогда не была ни на каких ораторских курсах, ораторского мастерства. А я занималась с логопедом, чтобы убрать акцент было. У меня до сих пор есть акцент, если я нервничаю, или если я устала, или если еще что-то. У меня акцент появится. Но это только чтение. А как же конструкция? Иногда бывает, что предложение к какому времени не относится. Не бывает такого. Такого не бывает. Вы просто не ориентируетесь. Учитель ведь должен привлекать своих учеников в английском. Учитель ничего не должен. Вот вы приходите на работу. Работаете вы, например, бухгалтером. Вы ничего никому не должны. И учитель тоже ничего вам не должен. Не должен ваш учитель ничего. Когда вы это примете, а ученики что должны они делают? Привлекать. А с чего вы взяли, что он не привлекает? Знаете, 40 человек могут привезти коньяк к водопою, но не могут заставить его напиться. Как возможно вывести слова в актив? Начать их использовать. Потому что ваши учебники учат словам, которые вам не нужны вообще. Как я репетитор, как заставить детей учить? Не учат, но мои, не школьные задания. Потому что вы хотите заставить. Попробуйте себя заставить каждый день 200 раз приседать. Когда у вас это получится, напишите мне. Заставьте себя. Ну, в смысле заставить. Что же вы с ними боретесь? Как будто бы это, знаете, геноцид какой-то. Давайте бороться с детьми. Мы знаем, как им лучше. Они нам потом спасибо скажут. Поэтому сейчас мы будем делать так, чтобы они нас ненавидели. Вы сначала с ними подружитесь. Посмотрите фильм «Писатели свободы». Например. Посмотрите фильм «Писатели свободы». Дело не в том, что здесь с детьми что-то не так. А вы с ними не умеете находить общий язык. А не язык наставника у какого-то там, не знаю, предводителя краснокожих, вождя. Не надо диктатуры. У меня осталось 15 секунд. Я вас всех обнимаю. Я оставлю, конечно же, эту запись. Добро пожаловать. У меня есть курс по грамматике со всеми темами по моей методике механика. Это занимает месяц. И все. Месяц, и у вас вся грамматика в кармане. Все там легко. Пишите в директ. Обнимаю. Пока.